СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Долгожданный гость, который уже давно живет на территории нашей области, это Амир Асхавович Витзижев. Сегодня мы его представляем как представителя главы республики Ингушетии Юнусбека Евкурова в Кировской области. Скажу, что у него очень богатая общественная работа, он очень длительное время, чуть ли не 20 лет, можно так сказать, если не больше, возглавлял общественную организацию Войнах, которая раньше объединяла Чечено-Ингушескую диаспору или представителей Чечено-Ингушеской диаспоры на территории Кировской области. Амир, спасибо, что ты наконец-то нашел время с нами поговорить. Да, спасибо. Очень ждали представителя республики Ингушетия. И сегодня мы хотим поговорить о традиции культуры Ингушетии. Помимо этого, так как ты редко у нас находишь время в связи с тем, что, видимо, и бизнес, и общественная работа, и многое другое, мы тебе еще пару вопросов зададим, потому что Ингушетия часть нашей великой страны, и, наверное, есть люди, которые хотели приобщиться и к красоте этой республики, и традициям, и культуре, и многим особенностям. Ведь хорошо, когда приходишь на место, и приедешь на место погостить, и не ошибешься со своими какими-то моделями поведения. Так уже знаешь, кому обращаться, как обращаться, куда можно отправиться, и как себя вести, в общем, это все. Да, конечно. Ингушетия, республика, чем известно, из энциклопедических данных, это самый маленький регион Российской Федерации по площади, примерно 3,5 тысячи квадратных километров, для сравнения Кировской области 120 тысяч квадратных километров. Но вот я выяснил, что республика Ингушетия славится самой большой рождаемостью, между прочим, в Российской Федерации. Молодцы. Да. Все верно. С рождаемостью все хорошо. И самая низкая смертность. И самая низкая смертность. И продолжительную жизнь тоже. Наверное, самая. Очень-очень-очень высокая. Столица республики, разумеется, город Магаз. Да. Магаз. Город... Город Солнца. Да. Город молодой. Молодой совершенно. Сколько ему? 20 лет, по-моему, еще нету, как он статус города получил. Нету. Это как после распада Чечения-Ингушетии. И, соответственно, Грозная была общая столица. И вот от трех районов аграрных выделился Ингушетия. И было решение принято по строительству столицы города Магаза. Что собой Магаз сейчас представляет, раз уж мы о нем заговорили? Насколько интересен он для туристов? Ну, туристы, как бы объяснить, город молодой. Ну, там находится административное здание. Создативный центр, в общем-то, да? Да, административный центр, да. Ну, здание строится своим колоритным местным, как бы. Ну, город... С особенностями. Да, и красивую. Ну, то есть, современный красивый город. И там, в принципе, он только административный, или там люди живут? Живут, люди живут, да. То есть, там есть какие-то условия, то есть, парки какие-нибудь? Да, конечно, есть все. Современный красивый город. Современный красивый город, да. Ну, территория Ингушской республики Это в основном горная территория? Ну, процент 40 Ну, там поменьше, сама площадь Там около 3000 квадратных И население около 500 тысяч Ну, там, имеете в виду Все вместе и чеченцы, и русские Ну, все, кто живет на территории республики Да, 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 и азербайджанцы там Процент небольшой Все представлены всем населением Народностями, извиняюсь И язык как бы... Нарский, ну, ближе В чечене-ингушской войнах Ну, когда чеченцы-ингуши обращаются Когда подходят, сразу говорят Войнах ты Ну, чтобы не обидеть, чтобы не сказать Ты наш? Да, это наш, ты наш Ну, это обращать Войнах ты или не войнах А есть какие-то принципиальные различия С чеченской культурой? Единственное, вот, я вижу Это у ингушей с тёшей Тестем нельзя видеться по жизни Так, так, так То есть, то есть, то есть Поподробнее Ну, то есть, мужчине нельзя видеться с тёшей и с тёшей Да, да То есть, жену взял и всё И никогда не видишь Ни маму, ни папу Да, да, их не видишь Они ни к тебе не ездят Ну, ты ездишь там примерно К их, там, младшим кого-то представляет Молодёжь или Сестра жены или брать Ты же к ним-то можешь А вот с тёшей Видеться нельзя Да, табу Общание, общаешься, всё это запрещено А чем это объясняется? Адат Идёт он Адат 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 Это значит местное обычное Не связанное с исламом Ислам, наоборот Понятно Тебе, ну, говорить, видеться То есть, когда жену взял И ты говоришь родителям До свидания, прощайся Ты действительно с ними прощаешься Навсегда Ну, видите Тут, знаете, что Тут и своя мудрость Чтобы они взятя Не видели, как он там В плохом виде Напивался Или он некрасивый Или он слабый Ну, чтобы такого не было И жена, вот это тёж Тёж, тёж Они не вмешиваются Семейные дела Вообще не вмешиваются Ну, а жена Может родителям ездить? Конечно, может Она ездит Дождь, Чикак Это всё нормально Вот единственное Вот это зятя Это касается А если они всё-таки Ну, такая ситуация Они должны приехать Что здесь? Приедет, зять уходит А, зять уходит из дома Чтобы вообще Или другую комнату Спрятаться Ну, чтобы они не общались И не видели Да, просто разные жизни Ситуации бывают, да Какие-то семейные Там, радостные Свадьба В недалёком Или там кто-то уходит Кто-то из родственников Тут же всё равно Всё равно собирается Так я тебя понимаю Ну, мы поняли Религия, ислам Да, да, да Суницкого направления Суницкого направления Даже раньше Вот те времена Вот, ну Может, 20-30-е годы Даже Проезжать село На лошади Где живут у него Родственники страны жены Да Он должен Обязан был Сойти с лошади Уважением И пешком Пройтись по этому селу Потом только Выехав за околицу Садиться на лошадь Это уважительное Такое отношение Соответственно С родственниками Со стороны жены И взять По отношению Вот И тем Родственникам Которые представлены Со стороны жены Он находится Более Пониженным Как бы статусом Он обязан Выполнять Ихние прихоти Взять Родственников Жены Да, да И еще Племянник Грубо И рожденный Парень От страны Сестры И он Тоже В более Нижнем Статусе Наход Чем от брата Рожденный Так что Свои Свои есть То есть Выгодно Выгодно Выдавать Замуж Девушку За Ингуша Будешь Все время На коне Кстати Конь в жизни Мужчины Ингуша Многое значит? Сейчас Ну так Изначально Мальчик Подросток Вырастая Все-таки У него Должен Конь Рождался Грубо От девочки Грубо От сестры Или кого-то Там Если Обязательно Родители Кто-то Обязан Были Подарить Коня Большого Или Жеребенка Тоже Трех лет Не меньше Трех лет Чтобы Рос Вместе С ним С мальчиком Свои Там Замурочки Были Лощадь Лощадь Она была Такая Раньше Его Охраняли Чуть ли Как Центробан У нас Тема Культуры Традиции И заморочки Ингушетии Нет Все очень Интересно Безумно Конечно Познавательно Земледельческая Страна Ну Сейчас Видите Район Земли Там Мало Там Очень Много Беженцев Очень Много Откуда Спрыган Район Осетия 70 тысяч Грубо Было Из Грозного Уехавшей Которые Раньше Там Заводы Были Места Работ Сейчас Их Нет И соответственно Когда Чечено-Ингушетская Была Республика То есть Чеченская Территория Больше Представляла Индустриализированную Территорию Город Грозный Очень Промышленный Мощный Индустриальный Индустриальный Нефтеперебаш Там Несколько Заводов А что Выращивают Ингушетии Сейчас Начали Википедия К примеру Относит Ингушетию К району Черноземья 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 То есть Это Проще Как люди Горят Плюнешь Вырастет Виноград Яблоки Персики Все Но не то Что у вас растет Граната Это не растет Конечно У вас Азербайджан Имеется Вятку Ясно Вятки Так что Азербайджан Там практически Все растет Даже Цитрус Растет У нас Такого Нет Ну Сейчас Яблоко И Сад Заложили Большой И Соответственно Яблоко Очень много Стало Персики Черезня Вишня Все Вроде И молоко Молочное Садо Начали развивать Уже Более стабильно Стало И соответственно Люди Потянули С труду Так что А так Амира Можно попросить Назвать Такие Основные Черты Характера Ингуша Мужчины Давайте Сначала Мужчины Потом Женщины Ингушки Все время Это Прививает Благородство Благородство Да Порядочность Во всем отношении Что порядочно Это Здесь Прививает Порядочность 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 Человеку Порядочность По отношению Ко всем Ко всем Абсолютно К взрослым К К Маленьким К Какой Национальность Не имеет Значения Это Порядочность Прививает И Какой Бо Человек Не Был 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 Сильным Какой Был 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 Одинаково Отношение Это Прививает С Рождение Все Время Кто Был С С С Рядом Не Был Не Име Значения Если Идет С Тобой Человек С Им Какие Проблемы Ты Должен За Него Ступиться Это С Детство Прививается У вас Лично Было В Жизнь Конечно Приходилось Армии Приходилось И По Жизни Приходилось Это Привит Крови От Никуда Не Денешься И Прививает Со Отвест Мужества Тоже все мудрые, чтобы порядочность, главное, чтобы она была хозяйкой, полная, имеется в виду домашний очаг. И даже вот по обычаям нашим, если человек оскорбляет мужчину, если у него требовали один выкуп, если женщина, это двойной сразу. Умножается на дату? Это не по исламу, по дату было сразу. За убийство женщин двойная кровь, за убийство мужчин одинаково. Я вот что-то согласен с таким подходом. Ну, тут же я прилагаю, что женщина, как хранительница очага, как мать детей, как, собственно, продолжение жизни, понятно, да. Чем можно обидеть ингуша? Так невзначай. Давай не будем об этом говорить. Не будем? Да, мало ли кому-то хочется. Как любого человека, чем можно, как любого, это не имеет значения. Как любого человека, как русская Азербайджа, не имеет значения. Семья главная ценность? Ну, как это сказать, ну, одно из главных. Одно из главных. Да, ну, есть много чего. А еще своя земля, своя родина. Родина, религия, родители стоят выше. Там есть семья не одна главная. Ну, я имею в виду семью в широком смысле, то есть все родственники, в том числе и родители. А у тебя в Ингушетии есть сейчас родственники? Ну, конечно, есть. Много? Да. Род целый. Это целый род. А вот давайте сейчас как раз об этом поговорим. Мы до начала программы о башнях, да, упоминали, что все это. Вот род ингушский, что он собой представляет? Это представители более старших... Как хвалифицировать, это род или не род? Да. Ну, род, вот откуда он вышел с одного места, вот башни. У кого есть целая родовая башня, вот кто оттуда вышел, кстати, родом? Давайте поясним, что такое родовая башня там, на каком этапе она появляется? Ну, она появилась в этапе, когда... Вот то, что мы в телевизорах иногда видим, такие вот каменные, высоко построенные, скальные камни. Вот это и есть боевые башни. Вот это и есть боевые башни. И каждый род должен иметь такую... Да, это боевые башни. Она у нее была. И она у них есть. А изначально это его предназначение, это что, видеть врага издалека или что? Спрятаться. А, спрятаться. А почему вот эти башни в основном в горах? Ну, видите, после вот разгрома, как его, Томиром в основном, Томирландо бил в Ингушеве, или Томир, там тогда все связаны были, разделения не было. То есть историки, да? Да, да. И когда люди в горе ушли, ну, мало было людей. Их, то там, кочевники ходили, плен брали. Вот и, соответственно, решили строить эти боевые башни. В горах. Да. Куда кочевники с трудом как-то добирались. Ну, и из башни хорошо оборонятся. Да, да, да. И там любая, как бы, семья могла себя защитить. Там при пасе были, там полгода, год могли защищать. И, соответственно, рабство не уводили, убийств не было, чисто за это. То есть вот если вот башня, это обязательно уроды должно быть. А сколько вообще, вот с вашей точки зрения, или есть какая-то статистика родов? Вот как бы, вот как вот делится в этом смысле в Ингушетии? Ну, с действием чем-то фамилии, вот объединяет. То есть род мы можем ассоциировать к фамилии? Да, если конкретно. То есть мы сейчас смотрим на твою фамилию, Ведзижев? Ну, у нас еще там немало ходит. А что значит фамилия Ведзижев, кстати? Ну, вот быстрый, то вот слово, быстрый. Быстрый? Да, да. То есть мы можем тебя назвать Амир Быстрый. Нет, я не хочу Быстрый. Соответственно. Так, и, собственно, этой традиции уже много-много-много времени. Извини, пожалуйста, вот Ведзижев, ты относишься к какому-то роду? Да, да, Иги. Как? Иги. Игиев. Игиев. Игев. Ты к роду Игиевых относишься. Ну, а то мы выходцы оттуда. А так-то Богатыров, Ведзижев, вот это братья, как бы. Игиев, это привязанность к местности, конкретно? Да, да, да. Игиев, и вот это. Есть башенный комплекс Иги. Иги Кала его переводят. Ну, и вот это очень... Игиев, это очень древняя, как бы, фамилия. Ну, тысячелетняя. Да, ну, тысячелетняя. Это больше, чем тысячелетняя фамилия, там. Потому что это, в принципе, корень уходит еще глубже, как бы, этого слова, на самом деле. Я имею в виду по... То есть, в принципе, сейчас появление новых родов невозможно. То есть, они все уже сформировались? Сформировались, да, да. Вот даже вот беглые... То есть, все башни построены? Да, да, уже сам уже никто не живет. Там беглые, кто приходил раньше, от Кровника, там, куда-то откуда. Они их не то, что свое объявляли, их кто-то себе присоединял, как бы. Любая фамилия к себе обрела, и есть такое тоже. Смешение между родами? Регламентировано оно? Конечно, конечно. Или замуж, уход, жениться. Ага. То есть, это все делается осознанно? То есть, просчитывается? Конечно. Род вот с этим родом породнится? Да, да, да. Что-то все непросто. А есть ли безродных? Ну, сейчас-то это, наверное, по-моему, внимание не обращают, но раньше это строго даже. Лет 20 назад уже, когда замуж выдавали, смотрели, чей корень откуда-куда, обязательно. Сейчас-то уже, по-моему, как-то более лояльно начали относиться. Хотя есть некоторые до сих пор внимание обращают, особенно старики обязательно. Там же наверняка есть какая-то своя церемония, представление рода, да, и рассказы о нем. Нет, нет, нет. Такого нет. Каждый знает, что он себе представит. Фамилию назови, любой человек знает, что он себе представит. Еще от него можно ожидать. В примере, я прозвучал, да, это не связываться. Лучше не связываться. Но люди же все равно, как бы, люди уезжали, женились там не только на тех, кто... Нет, конечно, много интернациональных браков, соответственно, сейчас уже люди разъезжают, многие же и привозят, соответственно, и бывают, и замуж, и уходят. Никуда от этого не денешься, это жизнь. Жизнь не стоит на месте. А в чем исключительно особенность, скажем, ингушского гостеприимства? Я думаю, кавказская, на самом деле. Традиционно для всего Кавказа. Раньше как было, и даже до сих пор, если человек приехал в гости, ты его должен, не спрашиваешь в течение трех дней, зачем, откуда он должен... И если он тебе в гости зашел, ты должен за него умереть, как бы, защищать его должен был. Сохранилось это до сих пор? Да, конечно. Ну, не сказать так, он жестко, но все равно будет охранять, и это позор считается для рода, если с ним у тебя дома что-то случится, если у него что-то украдут или его побьют, и сразу это... Простите, а что с ним три дня делать, если его не спрашивать, откуда ты, кто и вообще такой? Ну, это традиции такие вот. Вот три дня он должен... Ну, если мы сейчас с Володей сядем в автомобиль, приедем в Ингушетию... Мы знаем этот срок, три дня у нас есть. И зайдем в любой дом и скажем, слушай, ну вот, гости приехали. Такое возможно? Да. Возможно, когда ты куда-то денешься. А три дня пройдет, и что дальше? Ну, уже сам должен... А, понятно. А мы, наверное, раньше трех дней уедем, будем приличными гостями. Тут надо совесть иметь, собственно, раз тебя три дня кормили, поели, содержали... Надо объяснить, зачем приехал, да? С какими намерениями. Так, гостям, значит, тоже традиционное для Кавказа такое очень уважительное отношение. Там, в том числе, если гостю какая-то угрожает, есть какая-то угроза извне, его нужно защитить, его нужно укрыть ни в коем случае. Обязано, обязано защитить. Отличается ингушская лезгинка от других? Да. Ну, чеченская, ингушская одна и та же. Одна и та же. Без изменений, без всяких. Ну, дагестанские изменения отличаются. Ну, чеченгусская одна и та же. А церемонии там всякие, там, бракосочетания там и так далее? Ну, конечно. Особенности какие-то? Я думаю, у чеченцев ингуши одинаково. Ну, они, джених и невеста, они раздельно справляют. У женщины своя свадьба. Женская свадьба, мужская свадьба. Ну, как, кто замуж выдает, грубо, у них своя свадьба. Вот, примерно. У мужчин своя свадьба. Ну, кто, парни свадьба. Кто принимает, там, свою свадьбу проводит, да? Да, да, да. Нет, как, если выдаешь дождь замуж, у тебя своя свадьба у себя дома. А кто женится, у него своя свадьба у себя дома. А так как жениха нельзя, чтобы теща с тещей с ним видели, там жениха не бывает у женской свадьбы? Нет, нет, там и так не должен быть родственник, мужа. А, родственник мужа там не бывает? Нет, не бывает. Там у женщины, если уходит, у нее свои родственники, все. А у мужчины свои родственники, все. А мужчина, когда день, ну, парень, тот день, когда он женится, он скрывается, конечно, он не попадается старшим на глаза. Отцу там, дядям, никому. Там определенные, недели-две он прячется. Я вот лично, видимо, долго буду переваривать эту информацию. А, хорошо, а потом вот свадьбы прошли, встречаться. И что им, дом построили заранее или где-то они живут? Ну, как возможность есть. Или они живут в отцовском доме у парня? Если самый младший, он обязательно остается с родителями. Если он младший. А так, если бывает, там кто-то работает, ну, за территорией он, ну, по выбору, кто там останется по желанию. А так, адапт есть такой, что младший должен, ему оставляют дом, все это уходит старший. Вот это, ну, это, наверное... Ну, это тоже общий авказский, как бы, обычный, да, права младшего, они в данном случае с родителями и в родительском доме. В каком возрасте уже принято ингушских девушек замуж выдавать? Чем? Ну, раньше, пораньше было, сейчас лет 22-23 сейчас, по-моему, люди более слабые стали, как раньше, но более крепкие. Слабые, в смысле? Ну, физически слабые стали. Мое такое мнение, раньше, там, лет 18-19, сейчас уже думать, ребенок еще рано ее выдавать или женит как-то по возрасту старше. А ты сам во сколько женился? Я-то поздно женился. На ингушке? Да, да. А как насчет межнациональных браков, вопрос? Ну, есть много, и есть, и тут в Кировской области много, в которой они женаты. Сколько у тебя детей? Четверо. Четверо? Мальчики, девочки? По парам. По парам. Ну, многодетность свойственна тоже, да? Да, да, конечно, свойственна. Ингушским семьям, то есть, сколько, собственно, на Всевышний даст, столько и будет. Ну, у тебя уже, например, старший, наверное, должен как бы уже закончить школу. Да я же поздно женился. А, поздно женился. Еще дети. Еще дети. Ну, хотя они всегда дети для родителей, конечно. Старше, старше, 10 класс приходит. Конечно, остается. Все-таки, ну, такой щекотливый такой вопрос-то, да? Заключая брак, ведь примиряются к богатству той или иной семьи, да? Вот сопоставлять авторитет с той или иной семьей приходится, там, нажитое имущество, тоже это все учитывается? Как сказать? Одна половина, то есть, сторона жениха должна, а это, например, подарить обязательно, сторона невесты, это нет? Нет, 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 никакого нет. Ну, она, женщина приходит, а мужчина должен обеспечить все уже, она уже. Ну, у нее приданное-то есть какое-то все равно? Ну, приданное, какое? Свои вещи есть, что она найдет. Ну, вот я знаю, что, скажем, в азербайджанской традиции девушки дают там, ну, типа, ну, давали раньше, там, постельное белье, там, мебель, там, ну, это то, что сейчас мебель уже для жизни. Ну, я понимаю, я как по традиции говорю. Да-да, было раньше обязательно мебель вови, но сейчас некоторые могут подарить, там, если увидеть, что жених, там, ну, бога, не обеспечен, могут, если родители обеспечены, уезжают, дочь, но это, как бы, не афишируя. Ну, на бытовые, как бы, всякие. Да, не афишируя, конечно, да, что, а так, чтобы жених поехал, жил там, даже люди могут смеяться, если он даже переехал в их село даже, не то, что к ним там, в село даже переедешь, откуда родом жена, и то надсмехаться будут. Ну, я понимаю, если уж родители жены не вправе вмешиваться, да, в семейную жизнь, да, то уж и подавно никто вообще не может в семью вмешиваться. Мужчина всегда главный? Ну, все равно мужчина есть мужчина. Или как-то людская мала, она все равно тут, скажешь? Нет, влияет это, влияет отец жениха, очень сильно. Старшие братья влияют, сильно вмешиваться могут, там, если она пожалует, что он там где-то неправильно ведет себя, те могут и, ну, на правильный путь поставить отец, то тем более, и старшие братья могут быть. Темную строить, по-русски? Да, 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 могут запросто. А, Амир, а праздники? Ну, основные праздники это Уроза Байра. Уроза Байра. То есть это главный праздник? Да, самый главный это Уроза Байра. И вот там встречают, по-моему, как там его, нигде и не праздник. Как встречают? Ну, кстати, не так, собственно, много времени остается, да, до праздника. Скоро ли? Прошел, прошел уже. Не, Уроза прошел. А, простите, это Курбан. Курбан, я имею в виду, да, Курбан. Ну, это не так встречают. Сейчас, да, про особенности праздника поговорим после рекламы. Прервемся так, чисто символически продолжим. Давайте. Союз нерушимый. Продолжаем наше общение. Программа «Союз нерушимый». Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Наш гость Амир Ведзижев, представитель, простите, главы республики Ингушетия в Кировской области. Итак, праздник Уроза Байрам. Да, главный праздник Уроза Байрам. А какие еще есть праздники в Ингушетии? Это то, что по дату никто ничего не соблюдает. Это ушло вместе с язычеством. Ислам выстеснил это. То есть практически все. Ну, вот вытесняет, вытесняет. Ну, вот, ты же знаешь, что у азербайджанцев, например, есть такой праздник, как Новый Русс. Ну, не сохранилось ничего такого. Не сохранилось ничего. То есть из всех праздников только вот Уроза. А обычные светские какие-то праздники, я не знаю. Нет, Новый год этот, конечно, справляет. Но это не массово, как бы говорят. И сейчас, соответственно, ислам кто-то запрещает. Новый год, 8 марта. Нет, 8 марта. Не праздник. А мы тут, между прочим, к 8 марта приорачивали. Наши программы, да, приглашали представительниц прекрасного пола в нашу студию. Ну, так, могут там, может, мужи, муж, там, поздравить, там, может, там, скрыть, там, ну, чтобы открыто так, я не видел, чтобы он праздновался. Ну, конечно, в светских, как бы, учреждениях там-то его поздравления все есть, но чтобы дома на бытовом уровне я не замечал. Ну, то есть один праздник, получается, на весь год? Ну, два. Курбан-байр. Ну, Курбан-байр. Ну, праздник-то сам может себя каждый день устраивать. Дни рождения? Ну, да, есть, которые исправляют, есть, которые не справляют. Если соблюдается... Рождение ребенка. Ну, да, это-то, да, там, соответственно, и читает Коран, приглашает Мулу, есть там-то, соответственно. Ну, то есть обычай, что это, как, типа, еще считалось, что рождение ребенка и потом суннат, как так называемый, да, это маленькая свадьба, скажем, такая, да? То есть такого подхода нет? Не-не-не, я забыла, более, более так сильно встречать, я думаю, сколько, но такого масштаба нету близко. Близко нет, масштабы не те. Ну, давайте про кухню поговорим, ингушскую. Что, что вот вы кушаете дома? Ну, есть, как бы, женщина была. Тем более, что супруга у тебя ингушка. Ну, готовлю, что мясо, мясо вареное, мясо баранина, не свинина, ни в коем случае, да, говядина, баранина, курятина. Халяльная, считается, резаная по канонам ислама, как бы. Выпущенная кровь. Да, и, как бы, варится мясо, потом отдельно варят, галушки их называют. Внутренности? Типа этих мелких нарезанных кусков теста. А, галушки, галушки. Галушки, галушки. Только по ингушке как называется? Ну, как, ну, скажи по ингушке. Духалтем, духалтем. Духалтем. Да, в чеченской жижи галныш, а в ингушке духалтем. Ну, как, различаются, различаются слова. Слова есть, это, ну, может, сто слов будут во всем языке различные. Это праздничное блюдо, обычное блюдо? Нет, это, ну, национальное. А праздничное, что сейчас? Вот это главное, конечно, блюдо, вот это. А из сладкого теста готовят, типа хавы. Потом лепешки жареные, ну, это как бы, чапель называется. Ну, это что, чеченский в ингушке одной тоже. Может, творог или тыквы, масло, мёс, обмакиваешься. Ну, вкусное блюдо очень. А так и плов, это общее, наверное, принятое. Вот особенность, вот эти два-три, вот эти две-три блюда, вот это. Отличается ингушский плов от других? Нет, одинаково. От других плов? От любых других? Нет, то же самое. То есть, ну, как традиционный кавказский плов? Как традиционный кавказский, да, азиатский, может, там, чуть-чуть. Ну, так, то есть. Хорошо, Амир, дружба. Как вот ингуши умеют дружить? Вот чем-то отличается эта дружба? Или тоже, может, какие-то адаты там тоже по этому поводу? И что в основе дружбы может, да, находится? Вот именно что? У тебя же есть друзья? Друзья у всех есть, не без этого же. Ну, раньше это церемония была целая. Вот если человек там, уже друг объявлялся, резали, соответственно, быка, приглашались люди, объявлялись на все село, что вот этот друг или кровник, это уже, соответственно, он чуть не становится братом, и за него ты должен был и мстить, и он за тебя должен был, если кровники появляются, церемония была целая. То есть такой человек, такой друг, он должен быть? Или я к тому, что, может быть, у кого-то без них вообще обходится? Ну, есть многие без друзей. Без друзей, то есть можно, да? Есть, многие, многие. А что может послужить основанием для того, чтобы такой друг появился? Ну, чисто дружба мужская, наверное. Ну, там, со школы, с детства, да, вот что-то, да? Да, да, с детства, в общем, мало ли что бывает. И однажды наступает момент, когда мужчины принимают решение, мы официально провозглашаем себя вот такими братьями. Просто не хватало праздника, наверное, они решили быка зарезать их. Нет, сейчас этой церемонии нет. Нет, такого уже нет. А почему? Ну, ислам наступает, наверное. Это все же сизичество шло оттуда. А, кстати, ингушский народ вот часто задается этими вопросами. Ну, вот почему мы какие-то теряем свои какие-то обычаи, традиции? Почему-то сейчас этого нет? Есть какая-то вот ностальгия, может быть, даже какое-то негодование? Ну, наверняка взрослое поколение ссылается на это. Ну, что вот молодежь там теряет свои корни там или не знаю? Я не скажу, что много чего теряет. Абы, адат, сохраняются. Даже вот у нас любые, извиняюсь, слово такое, разборки, там действуют три закона. Первый это шариатский, второй адат, потом светский. Три за месяц, а местные идут. То есть, сверяется на соответствии всем законам. Да, местный адат, тысячелетний шариат и светский. И, соответственно, что потерял чего-то народ из своих традиций. Конечно, есть какие-то церемонии, что-то есть. Потеряны какие-то церемонии, но шуть от этого не потерян. Музыка? Ну, она вообще для всех. Для всех кавказцев. Ну, лезгинька. Есть, конечно, своеобразие. Танцы, это лезгинька. И, конечно, есть своя музыка. Пение, свои есть. Инструмент. Инструменты. Основные юнгурские музыкальные инструменты. Барабан. Барабан и гармошка. Гармошка. Детчик пандер называть это как его. Еще раз как? Детчик пандер называть его. Балайка называть его. А, ну, струнный инструмент, в общем, да. Дахчин пандер. Дахчин пандер. Да. Музыка где присутствует? В каких моментах жизненных? Ну, безусловно, на празднике, да? Да, да, да. Когда свадьба. А может человек просто дома, как бы, вот, взять и на балалайке, вот, ну, дачи пандер поиграть? И может, 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 как и не может. Это не считается чем-то там, что что это он от ничего делать сел и начал там. Музицировать. Музицировать. Я не думаю, что считать так будет. Ну, кто, как относится, есть люди старые языки, которые это считают, как действительно человек празднует, жизнь проводит, бездельничает, есть такое отношение тоже. Поэты, писатели родные, да? Да, да, есть. Это все изучается в нарушении, да, на своем родном языке. Да, 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 да. Чехолники изучают. Извини, спрошу тебя, все-таки ты кого вот читаешь там великим там ингушским поэтам или писателям? Ну, писатель Базоркин Идрис. Если ты мне веково написал книгу потом, да, хорошая книга. Конечно, дай. Да. У нас буквально семь минут остается. Давайте вот сейчас практическую такую часть программы устроим для тех, кто, возможно, примет решение отправиться в Ингушетию. Да, посмотрите Ингушетию. Как добраться, куда посоветуете отправиться, на что обратите внимание? Ну, если на самолет, это Магаз, аэропорт Магаз. Ну, горы очень красивые. Из Москвы летает, соответственно, да? Из Казани летает поближе? В Казани нет. Москва, Магаз, есть такой рейс. Да, ну, из Кировской самолет, как прилетает в Москву, он через два часа вылетает. Удобная стыковка такая, да. В горах очень интересно, там много сейчас построено туристического, очень много объектов туристических, чтобы и отдохнуть можно было. И в горах, может, спокойно, там безопасно, очень красиво быть налажен, и заодно вникнуть в ингушетскую культуру. Ну, это все увидеть, почувствовать надо. Раз есть, второй раз не откажешься. Дороги есть уже. Хорошие дороги? Да, хорошие. На машину можно приехать. А официально туры продаются в ингушетии все-таки? Туристические или вот так только? По договоренности в конкретный санаторий можно приехать в конкретную гостиницу? Я сейчас точно не могу сказать, но уже собирались, чтобы через туристические все как было, чтобы проще. Я думаю, что господин Девкуров заинтересован тоже в привлечении. Конечно, да. Сколько километров на машине? Два-триста. Да, две тысячи триста. Да, стандартная такая, практически цифра у нас там. Да, примерно. Две тысячи километров плюс-минус, да, да, обычно до этих краев. Грязи, минеральные воды, что-то там. Лечебные, лечебницы, лечебницы. Есть, есть. Есть. Медицинский туризм тоже, как у нас в Кировской области пытаются развивать, там тоже присутствует. Какие-то святыни мусульманские? Мусульманские. Какие-нибудь святые там? Ингуши приняли ислам, значит, недавно, 178 лет назад. Ну, вот нам говорили, что в Чечне есть там какой-то, я сейчас забыл на... Устальство, Кичи, Кичи. Да, да. Похоронен, да, что люди ходят туда, на могилу. А вот к родовым тем башням, о которых мы говорили, доступ, он всеобщий, открытый, нужный, да, и туристы могут подойти, ознакомиться и узнать историю того или иного рода. Да, 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 там светомогильники, раньше до ислама нас же не хоронили землю, а клали в этих склепах, и человек там высыхал. В общем, все это открыто? Да, да, открыто, да. Или, может быть, есть какая-то часть жизни, которую не принято показывать? Показывать не принято, семейные отношения действуют. Да, это никто не хочет, чтобы... Ну, это в любой культуре, безусловно, да. А там скрыто, чего там, я не скажу, скрыто. Отношения к ингушам, там, не знаю, внутри семьи, которые все-таки вот решают расстаться с родным домом, уезжают, жить далеко, работать, их с легкостью отпускают или все-таки вот... Я не скажу, что легко отпускают, там все равно есть и контроль, и желание, чтобы вернулся. А в чем контроль заключается? Ну, могут выехать, посмотреть, чем он живет. Как обосновался, нормально. Кем он занимается. Да, да, да. В чем он дышит, чем питается. Я так понимаю, вам тоже однажды пришлось... Ну, не без этого. ...с этим столкнуться, когда вы приняли решение покинуть родину и, собственно, да, обосноваться далеко. Да, я тут брат работал, председателем колхоза Юрианского района, я так приезжал сюда, первый раз там приехал. По-русски все говорят в Ингушетии? Да, да. Все говорят. Ну, конечно, за исключением стариков там ставили, а так о сонах все разговаривают на русском. Сколько ингушетские дедушки живут там, максимум? Долгожитые, долголетие, это, конечно, один из... У нас дядь, чем прожил 103-104 года, которые я реально знал. Он до конца жизни на коне ездил. И этот Зикер участвовал, ну, и... Да, да, да. Там бегал, все нормально. И буквально за год так он умер, заболел. И с коня слез, и пришлось... Пришлось уже, да? Да, да. И скот держал. Он не мог без работы сидеть сто лет. Сто лет еще он полол, картошку копал сам. Не мог сидеть без дела. Вот так вот. Ну что, наверное, в этом и есть секрет долголетия. Чистый воздух, натуральные продукты, работа постоянная. Живи в гармонии с самим собой. И в первую очередь, да? В первую очередь вот это. Когда нет никаких внутренних противоречий, да? Да, да, да. Самое главное вот это, самим собой в гармонии жить. И ничему не завидовать. Ни перед кем не пересмыкается. Вот и все. Сохранять достоинство. Да, да, достоинство. В любом случае сохранять. Кто бы он ни был, одинаково относиться людям, какой бы он ни был, и чем бы он там не представлял себя. Спасибо. Спасибо, да, на этом завершаем нашу беседу. Вот это вот, я думаю, что обратить на это особое внимание, радиуслушатели, что сказал Амир в конце. Спасибо вам. И на этой позитивной ноте. Спасибо вам. За приглашение. До свидания. Спасибо. Амир Ведзижев, представитель главы республики Ингушейцы в Кировской области. Спасибо большое. Союз нерушимый. Спасибо вам, Антон. На сегодня завершен. До свидания. Союз нерушимый.